Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор 18 яркого праздничного каталога Фоберлик. Я продублирую вам еще раз свочи на продукты из новиночки Glam Team и оставлю свой достоверный отзыв об этих продуктах, потому что тестирую их уже определенное количество времени. Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной до конца. Хорошая задумочка у Фоберлик сделать вот такую вот открыточку. Для тех, кто вплотную занимается Фоберлик, является представителем, можно дарить такие за 10 рублей открытки своим любимым клиентам, покупателям. Ну, интересно, интересно и со смыслом. Я вам уже показывала обзор на светильнички и мышку. Если не видели это видео в конце, оставлю подсказочку. Проходите по ней, там подробный обзор. Мы рассматривали со всех сторон эти новогодние новинки. Буду брать, девчонки, инкогнито. Инкогнито в этом каталоге у нас по хорошей скидке. Либо наборчик, да, с водичкой 30 миллилитров, либо полноразмерочку, потому что моя свекровь любит этот аромат. Цена очень вкусная. За набор 449 рублей, скорее всего, его, наверное, потому что там 30 миллилитров и парфюмированный гейк для душа. А за 829 рублей у нас 50-миллилитровая водичка. Поэтому присмотритесь, кто любит эти ароматы. Они довольно достойные в Фаберлик. Гели для душа, новогодние, яркие, красочные. Тоже будут у нас по акции за 79 рублей. Я вам тоже много раз уже о них вещала. Не понравился мне зеленый. Совершенно не понравился, потому что не пахнет елкой. Хотелось от него как-то большего. А другие два очень даже ничего. Мы тоже с вами их уже обозревали. Вкусненький, розовый и апельсинка, то бишь мандаринка. Больше похож на мандаринку. А мыло фигурное будет за 59 рублей. Кто еще не приобрел, запах у него классный, обалденный. Похож на запах новой линейки зима. Вкусненько пахнет. И надо успевать, потому что к концу года обычно мало кому достается такой презент. Буду брать обязательно крем для рук формула омоложения. Беленький вот этот. Очень его, девчонки, люблю. Больше гораздо, чем жидкую перчатку. Для моих сухих рук это просто находка. Но здесь у нас при покупке двух средств срабатывает желтый ценник. Значит, буду брать оба белых. Для тех, у кого сухие руки, сухая кутикула, очень советую тоже к нему присмотреться. Линейка зима, девчонки. Я вам тоже уже рассказывала про нее. Брала вот этот вот кремушек. Пахнет шикарно. Аромат мне понравился очень. Текстура тоже питательная. Крайне питательная. Здесь заявлено, что есть масло ши. Не пробовала вот эти два продукта. И бальзамчик как-то тоже вот не тянется рука заказать. На бальзам видела обзоры, что в прошлом году он был гораздо питательнее. Поэтому не хочу брать новинку. Крем у меня вот этот сразу забрали. Поэтому себе буду брать. Сейчас хорошая цена по 199 рублей. Снова за каждую тысячу в заказе нам будут дарить вот такие вот купончики, которые мы сможем с вами применить в первом каталоге, который у нас начнется 30 декабря. Новый аромат Supergirl, который у нас в объеме с вами 50 миллилитров и стоит 1000 рублей по скидочке. Можно понюхать флакончик, потерев его, да, и почувствовать аромат. Девчонки, он мне не нравится, но это не мое просто. И напоминает очень какой-то аромат Faberlic. Мне кажется, это уже было. Если вы уже терли страничку, напишите, пожалуйста, что он вам напоминает. Я не могу даже вот вспомнить. Викинг и Валькирия, который сейчас полным ходом у нас просто рекламка идет по телевизору, да, у меня заказывали в прошлом каталоге Валькирию. И вы знаете, интересный флакон, очень интересная здесь крышечка вот эта вот под дерево. Ну, шикарно смотрится и аромат здоровский. Кто не успел их взять за 1000 в прошлом каталоге, здесь они уже будут дороже, за полторы. Викинг, ну, классический мужской аромат. Пахнет у нас теперь страничка Викингом, да. Неплохой, тоже неплохой, а вот женский мы распечатали со знакомой, которая у меня его заказала, и попробовали. Классный аромат, классный, не похож ни на что в Faberlic. Классный аромат, какой-то вот совершенно как будто из другой сферы, очень интересный. По стойкости я у нее тоже обязательно узнаю и вам расскажу. В линеечке Glam Team у нас будет еще одна новинка, это тушь для ресниц. Вот такой вот интересной кисточкой, ну как, мне кажется, она очень похожа на кисточку Ваш Оскар. Будет стоить 349 рублей по каталогу, кисть не силиконовая. Я после того, как попробовала вот эту тушь, уже ничего не хочу, девчонки, не пробовать, не тестить. Это просто качество люкса за смешные деньги. Вот мои реснички, сейчас ей накрашены. Сегодня уже в два слоя, потому что третий накладывать не стала, это был бы действительно результат хлопа и взлетай. Двух слоев прям для эффекта вау достаточно. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, красивая тушь, красивое оформление и действительно люксовый продукт, девчонки. Кисточка силиконовая, набирает продукта много. Фокус. Вот так она выглядит. Мне кажется, многим будет даже достаточно одного слоя, но я люблю эффект вау, поэтому у меня сейчас на глазках два. Рекомендую, просто рекомендую. Тушь обалденная и на данный момент из всего, что я пробовала вообще в своей жизни, это лучший продукт. В обзоре заказа мы с вами наблюдали оттенок 40470, коричнево-бордовый, вот этот вот нижний. И он как бы полное совпадение в каталоге, да, цвета, ну это камера-камера фальшивит, она почему-то его краснит, а с каталогом вообще совпадение полное. Кисточки здесь мега классные, удобные прорисовывать контур. Одно удовольствие ими, смотрите, прям подстраивается под форму ваших губок, шикарно. Делаю вам сводч, если камера опять у нас не будет капризничать. Вот, но она краснит, краснит немножко камера все равно, он потемнее. Он потемнее слегка, как-то покоричневее, немножечко краснит. Помада классная, она будет подчеркивать, конечно, шелушение, поэтому предварительно, кто страдает вот как бы сухостью губок, наносите бальзамчик поверх вот эту помадку. Никуда она с губ не девается, если вы не кушаете, только вот внутри, прям внутри, где уже начинается слизистая, да, там, да, там может она слегка съедаться. И так как помада яркая, насыщенная, будет видно, что здесь ее нет. Но это все равно смотрится красиво, благородно. Она довольно стойкая, то есть, если перекусили, вот здесь вот внутри обновили, и все, красота. Я за сутки, наверное, вот с ней ходила, ее один раз обновляла в течение дня и кушала, и все. Поэтому продукт мне понравился. Она не засыхает на губах, как дешманские вот эти матовые помады. Она все равно обладает небольшой такой кремовой текстурой, слегка похож на Vivienne Sabo матовые жидкие помады, но та еще более кремовая. Здесь немножко посуше продукт. Если Vivienne Sabo не подчеркнет шелушение, это подчеркнет. Она засыхает и не отпечатывается практически. Сейчас я вам чуть попозже покажу. Ну и блески для губ. Мы обозревали с вами оттенок нежно-персиковый. И наконец-то Faberlic понял свою ошибку, да, и справился, потому что в прошлом каталоге было абсолютно несовпадение цветов по факту и на картинках. Сейчас вот я прикладываю это практически один в один. Камера опять сейчас может сыграть, да. Вот этот цвет, вот он, да, и вот она в стике. Очень похоже, один в один сделали, молодцы, исправились, все супер. Хочу брать еще, тянет с рукой к этим продуктам. Вообще вся линейка Glam Team, вот что я взяла, зашла на ура. Так, по 299 рублей будут у нас блески. Хочу взять вот такой вот розовый еще на зиму. Губки питает хорошо, довольно стойкий по сравнению с другими блесками Faberlic, которые через 5 минут уже нужно обновлять, да. Это довольно стойкий блеск, густой. Единственный его минус, в нем есть какие-то крупинки, частички, которые вы чувствуете сначала на губах. Я не знаю, что это такое. Потом вроде это ощущение пропадает. Такая же великолепная кисть и вот свотч. Свотч передается правильно. Вот такое вот красивое свечение, красивый блеск. Мне очень понравилось им пользоваться на ежедневной основе. Прям можно поверх матовой помадки или просто самостоятельно. Либо на карандаш смотрится шикарно. Будет хорошая скидка на матовую помаду полуматовую. Бархатный сезон 169 рублей при покупке двух продуктов. Не пробовала я еще именно бархатный сезон, поэтому подумаю, какие оттеночки выбрать. Я думаю, что она классная и похожа на помаду овация, потому что даже оттеночки совпадают на самом деле. Поэтому посмотрю. Тени галактическое путешествие, которые я расхваливаю, наверное, уже год, будут стоить 179 рублей. И они будут в своей полной гамме палитре. У меня есть оттенки скорость света, гравитация и мерцание Венеры. Самые красивые, считаю, удачные оттенки. Если вы не пробовали, я вам очень советую. Если хотите насыщенный блеск на ваших глазках в новогоднюю ночь, пожалуйста. Можно и наслаивать даже, можно кисточкой из теней наносить, тогда будет ярко, супер, вообще замечательно. Хотите более нежное, еле уловимое свечение, значит кистью нанесли и по всему подвижному веку растушевали пальчиком. Продукт крайне стойкий, не заламывается в складки века, если вы не переборщите. А если пальцем тушуете, то вообще он с ваших глаз никуда не денется, пока не смойте его мицеллярной водой. Поэтому советую, девчонки, очень на зиму такие мерцающие оттеночки к Новому году. А оставлю тоже вам подсказку на обзор этих тенюшек, может вам понравится какой-то оттенок. Новинка этого каталога, которая, по-моему, фурора-то пока не произвела, нигде я на обзоры у випов не попадалась, как бы они мне не попадались, да. Это Варио, вариативная косметика, то есть мы под свой тип кожи себе создаем сами кремушек. Здесь у нас 4 эликсира и 2 крема, третий для глаз. 2 крема, вот так они выглядят в баночках, да. Первый, это у нас легкий увлажняющий крем флюид и второй насыщенный питательный. То есть, допустим, у меня комбинированная кожа, конечно, я если и буду выбирать, то выберу легкий увлажняющий крем флюид. Каждый кремушек будет стоить у нас 500 рублей. И малышка для глаз 15 миллилитров тоже в баночке 449 рублей. Небюджетно, небюджетно с учетом того, что нам туда еще в этот кремушек предлагают добавить вот такие вот эликсиры. Их 4 вида. Первый, и они по 329 рублей. То есть, итого у нас почти в 800 рублей будет обойдется один только крем, если мы вот это все замешаем, да. Первый эликсир для лица сияния, я думаю, он подойдет, если у тебя тусклый и неровный цвет лица. Они пишут, здесь все как бы понятно. Я даже вот не знаю, какой эликсир подойдет мне, потому что, ну, ни один из заявленных не хочется. Второй, антистресс, уставшая кожа, да, возрастной, думаю, подойдет больше. Третий, обезвоженный аквалифт, если кожа сухая, да, вот зелененький тогда берем и добавляем свой крем. И эликсир защиты от морщин, последний, четвертый, если выражены морщины. То есть, это совсем возрастная кожа, вот этот сиреневый. Я не знаю, девчонки, я, может быть, возьму один эликсир и буду добавлять в кремы, которыми пользуюсь сейчас. Потому что, ну, полно у меня их на самом деле, а эликсир все-таки хочется потестить. Либо сияние возьму, я надеюсь, конечно, что это сияние не будет жирной пленкой, как часто бывает, да, в Фаберлик. Либо аквалифтинг, вот не знаю, подумаю. Потому что ни одна из заявленных проблем, которые решают эти эликсиры, как бы на моем лице не выявлена. Мега шикарная цена, девчонки, на программу пилинг АБЦ. Просто шикарная. За 899 рублей вы возьмете себе три продукта. Я не вижу как бы особого смысла в шаге С, потому что это у нас успокаивающий крем. А шаг А и Б, они просто шикарные. Шаг А это у нас кислоты, гелеобразная такая густенькая жидкость, которую мы наносим на свое лицо, дабы эти кислоты растворили всю грязь, вытащили из наших пор. И через несколько минуточек приступаем к шагу Б. Это сам пилинг белого цвета с огромным количеством мелких отшелушивающих частиц. Я делаю его довольно агрессивно, по массажным движениям. Минут пять точно прохожусь вот так по всему лицу. И дальше у нас должен быть шаг Ц, успокаивающий крем. Но я люблю после этих двух шагов делать какую-нибудь масочку. Для чувствительной кожи, конечно, шаг Ц это спасение, потому что покраснение снимает почти моментально. Да, делаем пилинг мы на ночь, чтобы не выходить потом без СПФ на улицу и не получить пигментные пятна. Сейчас зима, пасмурно и солнечные лучи проникают в небольшом количестве, поэтому можно и даже нужно. Не представляю свою кожу уже без этого пилинга. Обожаю его. Брала и буду брать и вам советую. Кожа потом очищенная максимально, поры вычищены до скрипа. Лицо гладкое, выровненное. Все, что нужно, убралось. Все, что нужно, потянулось. Пилинг шикарный. Работаю. Еще очень советую за такую вкусную цену приобрести всю систему. Я никак не доберусь до маски детокс для лица с древесным углем. Здесь будет неплохая скидочка в 40%. Хочу взять, потестить. Если брали, напишите, стоит ли она своих денег. 299 рублей она у нас будет по каталогу. И то же самое с Гордерикой. Когда же я до нее доберусь? У меня девочки заказали. Я буду брать себе тоже какой-нибудь один из этих двух продуктов, которые идут по хорошей скидке. Ночное обертывание для шеи и декольте. Заметьте, оно у нас в объеме 75 миллилитров. Либо драгоценную маску красоты в объеме 50 миллилитров за 379 рублей. И обертывание 299. Для шеи и декольте, я думаю, что в принципе можно будет и для лица ее тоже использовать. Наверное, вот скорее всего возьму ее. Очень интересует давно Гордерика, потому что много слышала на нее положительных отзывов. Вот злосчастная биомика. Сегодня, кстати, буду второй шанс давать вот этой мицеллярке. Допользовала свою другую. Я вам уже давала на нее отзыв. Щиплет всю кожу. Не только глаза. Нет, вообще всю кожу, где вы прикасаетесь с этой мицеллярной водой. Дискомфорт вызывает практически у всех. Хотя видела даже положительные отзывы. Не могу представить, как такое возможно. Потому что моя кожа крайне нечувствительная. То есть создать на ней какое-то раздражение, это нужно на самом деле постараться. Слышала в официальной группе Фаберлик такую информацию, что напутали что-то с составом в компании. Но мне кажется, если бы это было так, ее бы не было в каталогах. Ее бы приостановили, наверное, для продаж. А она есть в свободном доступе. В каталогах, в электронах ее можно заказать. Поэтому не знаю. Я вот сегодня опять возобновлю, буду пользоваться. Возможно, это пощипывание, этот дискомфорт выльется потом в какой-нибудь чудесный эффект для кожи. Я там превращусь в русалку молодую или еще что-нибудь наподобие. Поэтому попытка номер два. Еще одна интересная новинка в линейке Айсоул. Я с ней не очень дружу, девчонки. Хотя я сейчас вот опять достала тоник, который у меня стоит уже давно с момента появления этой линейки витаминной. И вроде как вот сейчас он у меня красноты лица не вызывает и такого сильного жирного блеска. Поэтому тестирую, не знаю, но гидрофильное масло, оно очищает хорошо. Да, но у меня лицевой после него вот краснеет. Мне это не нравится. Так, это у нас скатка 389 рублей за объем 100 миллилитров. Нормально. Соотношение цены и объема в принципе нормально. И здесь у нас будут водоросли фулигу, если я правильно произношу. Способствуют глубокому эффективному очищению кожи. Тоже скатки я безумно люблю и тоже их постоянно делаю. Возможно, я надеюсь даже на это. Они перевыпустили наш любимый роллингейт для очищения пор, который тоже скатка. Многие его любят, кто давно Фаберлик знают. Может быть это он в этом флакончике, девчонки. Так что, скорее всего, буду брать. Будем с вами тестить и посмотрим, что из себя представляет этот продукт. В прошлом обзоре заказика мы с вами тестировали вот этот смузи ананасовый для тела. Гель, да, он классный, девчонки. Мне понравилось, мне зашло. Из того, что было в Фаберлик до этого, я имею в виду все гели для душа, это лучший продукт однозначно. Здесь у нас семена, 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 чьё, семена чьё. Я думала, что это кусочки ананаса. Нет, это семена чьё. Он невероятно пахнет. Кожа после него мягкая, не сушит. После того, как вы его с своего тела смываете, да, запаха на теле не остаётся совсем. Хотелось бы, чтобы он остался, но не остаётся. Нет. Кожа пахнет чистотой. Она довольно хорошо себя чувствует, поэтому хочу взять что-то ещё. Может быть, потестирую масочки для волос. И хочется взять с гранатиком. Вот такой вот красненький ещё попробовать. Мне кажется, запах будет тоже супер. Многие девчонки у меня спрашивали моё мнение по поводу красочки салонкеа, да? Салонкеа, да. Я уже думала, ошиблась. Так, девчонки, краску эту я никогда не брала. Я как подсела на эксперт плотничком, так на ней и сижу. Но на самом деле интересно. Многие девочки говорили, что она более бережно относится к волосам, нежели едко-экспертовская. Ну и, конечно, побыстрее вымывается. Поэтому хочу, хочу какой-нибудь взять оттеночек брюнетки, потестировать и расскажу вам и сравню уже прям вот по полной программе её с эксперт. Будет стоить она у нас 229 рублей по каталогу. Нормально. За 180 где-то со скидочкой. Нормальненько. Возьмём, потестим, посмотрим. Буду брать шампунь и бальзам умный кератин из линейки салонкеа. Вот этот розовый, потому что сделала для себя уже окончательный вывод, что именно эти средства нравятся больше всего моим волосам. После них волосы чувствуют себя хорошо. Он действительно как будто их девчонки восстанавливает. Я говорю им сейчас на полном серьёзе, потому что тестирую огромное количество шампуней от Эйвен, от Фаберлик, различных линеек. И лучше этого я пока не встречала. Да, у него не очень приятный запах. Но я всё это перетерплю ради эффекта. Волосы как-то лежат по-другому. Они легче укладываются. Но я не знаю. Вот я влюблена в эту линейку, поэтому буду мыть свои волосики. Теперь пока. Только этим средством. Хорошая цена будет на шампунь Детокс. С чёрным углём сактивированным. Да, вот этот. 139 рублей всего. Это замечательная цена для этого средства. Он прекрасно, этот шампунь, вымывает из ваших волос силикон и парабены, там всякую ерундень. Они остаются за счёт этого дольше чистыми. Корни становятся менее жирными. То есть раз в недельку вот этим шампунем я очень рекомендую пользоваться тем, особенно кто страдает повышенной сальностью волос. Девчонки, хотела у вас спросить отзыв. Расскажите, пожалуйста, кто пользовался Доброген Актив. Просто как бы в данный момент есть знакомый, который сломал ногу. И в реабилитационный период я слышала, девочки некоторые после каких-либо травм или переломов пропивали наш Доброген. Есть ли эффект, девчонки, кто сталкивался с такой проблемой, кто потом пропивал именно Доброген? Напишите, пожалуйста, буду крайне благодарна вашему отзыву. В линейке водных освежителей появляется апельсинка с корицей. Он был тоже в прошлом году. Это зимний аромат, такой чудесный. Про ананасмова с вами в прошлом видео тоже разговаривали, обсуждали. Мне он очень понравился. Он пахнет так же, как и смузи с ананасом. Хороший аромат. Сладенький такой ананасик с легкими ноточками кислинки. Ну, классный. Девчонки, буду брать черное средство для мытья посуды с угольком. По 149 рублей оно в этом каталоге. Я уже его брала. У меня его тоже сразу забрали. И оно было густое. Так вот, довольно густое. То есть, я бы его разводила. Недавно видела обзорчик у девочек, которые попозже меня заказали. И там уже вода водой. То есть, прям вообще вода водой. Не знаю. Все равно буду брать. Посмотрю, какая партия, какой разлив придет мне. И расскажу. Ну, вот, в принципе, все, что меня заинтересовало в этом каталоге. На самом деле, не такой вот он и праздничный. Могли бы сделать побольше подарочных наборчиков к Новому году. Да, тут прям вот, ну, совсем какой-то не новогодний. Вот предновогодний, да, но не новогодний. Мало наборчиков. Мало акций. Мало скидочек. Прям вот как-то совсем скудненько и бедненько. Может быть, компания нам сделает какую-то распродажу перед Новым годом. В подарок за регистрацию новички получат 3 маски Beauty Love. Крем Blur для мгновенного выравнивания лица и тона. Да, он много положительных отзывов служил. И патчи. Я, как бы, ради этой цели регистрироваться точно не буду. Как-то, ну, не знаю, совсем нет. А для новичка, конечно, подарок шикарный. Если вы еще не зарегистрированы, ссылка, как всегда, у меня под видео. Вот такой обзорчик каталога у нас с вами сегодня получился. Давайте проверим матовую помаду. Смотрите, я вам обещала, да. Вот видите. Она на месте. Она на месте. Если, конечно, сильно потереть ее силой, то она сходит силой. Вот, силой, да. А если просто вот дотрагиваешься, она не отпечатывается и не сползает никуда. Надеюсь, мои хорошие, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok